Харизмский танец Лязги включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как элемент культурного наследия Узбекистана. Танец, история которого насчитывает почти 300 лет, широко известен и популярен благодаря своей огненной и весьма энергичной природе. Его очарование по-прежнему привлекает людей со всего мира. О дистанционном обучении иностранцев танцу Лязги в условиях пандемии наш следующий материал. Искусство этого танца дает людям особое настроение и позволяет овладеть движениями независимости от национальности. Кроме того, ЮНЕСКО включил Лязги в список нематериального культурного наследия человечества. Есть 9 видов этого танцевального искусства. В 30-х и 50-х годах 20-го века знаменитая исполнительница народного танца Тамара Ханым и учитель Камил Джон Атаньязов были первыми, кто исполнил танец и песню Лазги в Китае, Индии, Бирже, Камбодже и Великобритании. В нашей стране большое внимание уделяется совершенствованию национального искусства. Ярким тому примером является танцевальная труппа во главе с народной артисткой Узбекистана Гавхархоном Матьякубовой, которая завоевала признание более чем в 40 странах мира. Несмотря на сложившуюся ситуацию, иностранцы заинтересованы в изучении танца Лазги даже посредством онлайн-связи. Теперь каждую субботу 21.20 по узбекскому времени проводятся мастер-классы для людей, заинтересованных в изучении народного танца из Северной и Южной Америки. В этом проекте профессиональные танцоры обучают секретам харизмского искусства через программу Zoom. Лазги начал свою историю еще 3000 лет назад. И сейчас он популярен в 196 странах мира. В последнее время поступает много предложений по изучению исторических предпосылок и особенностей этого танца по онлайн-связи. Дульноза Артыкова делится своим опытом, демонстрируя движения и обучая методам исполнения Лазги. Было решено, что вырученные от проекта средства будут направлены на благотворительные мероприятия. Мы начали проводить онлайн-уроки, чтобы помочь малообеспеченным семьям, врачам и больным коронавирусной инфекцией. Ранее мы уже имели подобный опыт, собрав и обучив более 80 человек из 49 стран мира. Департамент по развитию туризма поддержал нас, обеспечив нужным оборудованием и местом проведения. Очевидно, что песни и танцы Лазги, являющиеся частью бессмертного культурного наследия народа, вносят большой вклад в развитие туризма. Это, в свою очередь, помогает показать всему миру своеобразный колорит Узбекистана.